Уважаемые члены Президиума, Организационного Комитета, коллеги, все участники Всемирного Конгресса «Теория систем, алгебраическая биология, искусственный интеллект, математические основы и приложения». От себя лично и всего Белорусского государственного университета приветствую вас на открытии такого масштабного научного форума. Заявленная тема Конгресса является следствием происходящих сегодня в мире процессов глобализации многих сфер жизни нашего общества и человека. Здесь стоит сразу сказать, наверное, что особенностью современного мира является вообще-то дистанция, всеувеличивающаяся дистанция между человеком и этим самым внешним миром. Между человеком и другим человеком. Между человеком, который действует в социуме, условно человеком внешним и человеком внутренним, хранителем своих смыслов. Эта дистанция есть следствие определенного распада целостного на составляющие. Отсюда и проявление проблемы, когда система координат ценностей постепенно уступает место системе координат скоростей. А все возрастающий ритм жизни человека повышает объемы информации и удовольствия, расширяет внешние пределы человека. С другой стороны, это приводит к закрытию внутреннего пространства человека. Ведь еще отец Павел Флоренский, физик, математик, говорил, что человек — это не факт, а акт, отдавая приоритет именно внутреннему, непрерывному, холистическому, нежели дискретному, внешнему и поверхностному. На чем, собственно говоря, во многом и базируется ноль и единичка как основа проектирования искусственного интеллекта. Современный массовый человек больше молчит, потому что сказать ему своего нечего, и видит мир с искажениями, поскольку с потерей смыслов и ростом информации увеличивается и объемы вымыслов и иллюзий. А также хуже слышит другого человека, потому что хуже слышит самого себя. Расширение внешних пределов человека, когда можно одновременно общаться с разными людьми, сделать одновременно несколько копий одного и того же оратора, различные технологии создания дипфейков — это все требует правового регулирования. И не столько в области, например, юриспруденции, сколько еще и осмысления ответов на вопросы не только как делать и что делать, но и самое главное — зачем делать. Вопрос смыслового уровня. Желаю всем участникам Конгресса посмотреть на эти вопросы комплексно и найти, конечно же, на них ответы. Это позволит в дальнейшем избежать антропологического кризиса, который сегодня идет рука об руку с развитием технологий искусственного интеллекта. И постоянное динамическое равновесие меньше человеческого, больше искусственного с точки зрения не только мышления, но и знания, и поведения — это все не только вопросы технические, но также вопросы правовые, вопросы гуманитарного знания, философского, психологического, педагогического толку. Я желаю каждому участнику хороших эмоций, дружеских отношений и, конечно же, плодотворных результатов и новых открытий.